Армия АС представляет отчет о потерях в армянской армии зафиксированных в период с 1 по 31 октября 2018 года. Отметим, что в ежемесячный отчет, помимо потерь живой силы врага, как в боевых, так и в небоевых условиях, вошли также факты, отражающие печальные реалии армянской армии, такие как, случай ранений, ДТП и факты коррупции. В октябре в армянской армии было зарегистрировано два случая смерти военнослужащих, один суицид, один гибель в результате ДТП. Помимо этого, за октябрь, согласно официальной и неофициальной статистике армянской стороны, ранения получили 11 военнослужащих, 6 в результате ДТП, 4 в результате избиений, 1 при попытке провокации против вооруженных сил Азербайджана. Также, за отчетный период в рядах армянской армии были зафиксированы по меньшей мере один случай дезертирства и один факт коррупции. 1 октября в 10 часов 50 минут в энской воинской части армянской армии военнослужащий срочник, рядовой, Геворг Суренович Араян, находясь в оружейной комнате роты, выстрелил себе в грудь из стабильного оружия, получивший тяжелое ранение. Араян скончался в госпитале в 15 часов 05 минут. 15 октября в 17 часов 30 минут на дороге Джир-Вешт-Зарахпюр столкнулись автомобиль марки Мерседес, которым управлял 29-летний Альберт Пилипасьян. Иопель, за рулем которого находился 23-летний Ваги Авакян. Ранен малолетний ребенок, он был госпитализирован. Сообщается, что водитель Мерседеса – сотрудник полиции, а водитель Опеля – военнослужащий Минобороны Армении. Причины ДТП расследуются военной полицией. 16 октября вечером в Сюникской области на юге Армении на административной территории Мегри, бензовоз Скания, с иранскими госномерами. Сзади врезался в автомобиль ВАЗ-2107, в результате чего водитель Семерки, гражданин Армении, 1988 года рождения, Сеолак Хачатрян, а также его жена, и трехлетний сын погибли на месте. Как сообщили в пресс-службе погрануправления, Хачатрян был сотрудником мигринского пограничного отряда. Он находился в отпуске и с семьей направлялся из Капана, в Агарак, когда произошел трагический инцидент. 22 октября, криминальный инцидент на почве неуставных взаимоотношений между военнослужащими, произошел в одном из подразделений армянской армии, дислоцированном в оккупированном населенном пункте, Агдире. Армянский военнослужащий, курд по национальности, рядовой, Шахит Ахмедлиян, 1999 года рождения, был жестоко избит своими сослуживцами армянами. Об этом рассказал отец пострадавшего военнослужащего, Керем Ахмедлиян. По словам отца избитого солдата, мало того, что его сына жестоко избили. Так после этого на него еще оказывалось психологическое давление, чтобы он молчал о произошедшем. Возмущенный родитель позвонил на горячую линию Минобороны Армении и изложил свою жалобу. В подразделении оккупационной армии, дислоцированном в населенном пункте Хаджавент, разразился очередной коррупционный скандал. Сообщается, что офицеры потребовали с солдата Жоры Александяна взятку в размере 300 долларов США за увольнительные. Когда Александян сообщил об этом своим родителям, они были полны возмущения и написали жалобное письмо на имя военного прокурора. В этом письме они указали, что случай с их сыном далеко не единственный, и что в воинской части, в которой он служит, офицеры постоянно дерут взятки с солдат за положенные и им увольнительные. Военная прокуратура. Начало масштабное расследование, в ходе которого факты коррупции и взяточничества нашли свое подтверждение. Сообщается, что на основе собранных материалов ряд военных ждет привлечения к уголовной ответственности. Инцидент с массовой дракой молодых солдат произошел в столовой артиллерийской воинской части оккупационной армии. В результате драки несколько военнослужащих получили тяжелые травмы, много было пострадавших с легкими травмами. Зачинщики и активные участники драки были арестованы. Военная полиция ведет расследование. 23 октября. В 12 часов 10 минут, военнослужащий армянской оккупационной армии, дислоцированный в Карабахе, получил огнестрельное ранение. При попытке совершить провокацию против подразделений азербайджанской армии, провокатором оказался срочник Айк Григорьевич Саркисян. 1999 года рождения. Он был доставлен в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. 23 октября. В 19 часов 50 минут, на одной из улиц города Эхигнадзора, в Вайетсдзорской области Армении, произошло столкновение двух автомобилей, BMW и ВАЗ-2106. За рулем BMW, находился 29-летний житель Эхигнадзора, Шмбат Казарян. А за рулем ВАЗ-2106, 37-летний житель села Малишка, Арман Сагаманян. В результате ДТП, пострадали оба водителя, и пассажир BMW, 38-летний житель села Агавнадзор, Армен Бегларян. Раненые, были доставлены в ближайшую больницу. Сообщается, что водитель ВАЗ-2106, Арман Сагаманян, является военнослужащим, одной из воинских частей Минобороны Армении. 25 октября, в отношении командира батальона, одной из воинских частей Минобороны Армении, Гамлета Погасьяна, выдвинуто обвинение в дезертирстве. Согласно обвинению, 19-29 ноября 2017 года, Погасьян находился в краткосрочном отпуске. Однако, 30 ноября он так и не вернулся в свою часть. В отношении Погасьяна, было возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство», и он был взят под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. 29 октября, в 20 часов ровно на дороге Берд и Дживан, в Армении произошло ДТП, в котором столкнулись Форд Транзит и ВАЗ-21015. За рулем ВАЗ-21015 находился 39-летний житель Берда, Вардан Чигарян. Как сообщают армянские СМИ, в результате ДТП, ранения получили 4 человека. Раненые были доставлены в военный госпиталь Берда. Водитель ВАЗа, Вардан Чигарян, скончался в госпитале. Поскольку всех раненых в этом ДТП, доставили в военный госпиталь, можно предположить, что все пострадавшие, в том числе и скончавшиеся в госпитале Чингарян, являются военными. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.